я сделал еще один эфирчик и предлагаю поговорить об очень простых вещах очень простые вещи это те которые мы с вами сейчас наблюдаем в реальной российской действительности появились какие-то очень интересные организации комитеты по борьбе с коррупцией когда-то очень давно много много лет назад когда существовал некий комитет по борьбе с коррупцией чтобы можно было останавливаться и кошмаре гаишников на дороге я как раз вступил в этот комитет это рога и копыта контора однозначно совершенно такая начала никто из гаишников и понятия не имел что это рога и копыта и все не ссались и срались и можно было их кошмарить по полной программе свое время когда я всем этим занимался я рассказывал об этом у меня тоже такая такая ксива называется было потом конечно все это дело поправилась достаточно быстро но сейчас уже вот этот комитет по борьбе с коррупцией михалков его возглавляет насколько я понимаю вчера у меня открылась цен стэн вот это вот чудо чудо новостной ресурс и там и в кубе и там этого посадили этого убили у какого-то министра бывшего министра вот этого вот военного министра одного сына убили и второго убили и кого-то там в подъезде пырнули кому-то яйца оторвали кому-то еще что-то очень такая какая-то трепетин там происходит в россии сейчас конечно очень удобное время для того чтобы всех тех кто так сказать при помощи чьих рук затягивали гайки затягивали петли на шее пролетариев сейчас их пора пустить в расход и отобрать у них все что можно а потом дальше желательно после того как все барсиков отожмут до последней капельки их уже пустят на утилизацию из них можно будет сделать вкусную питательную белковую смесь и отдать на растерзание так сказать вот эти вот этим людинам которые жаждут чтобы кого-то растерзали потому что им охренеть как плохо им уже затянули петли на шее кто затянул как раз те кого будут отдавать на растерзание и при помощи кого собственно будут сейчас тешить простолюдинов вот этими публичными казнями и порками которые происходят только радости это эта ситуация не изменит вы поймите правильно это просто шоу программа для того чтобы было страшно тем кого сейчас эксплуатируют чтобы они вообще все делали беспрокословно и желательно вообще даже безоплатно даже безоплатно сейчас вот чиновники они начнут делать все даже безоплатно через какое-то время как при иосифе сиренович ах ты мздоимец сволочь на колыму ну-ка а сейчас новый банк с китайцами надстроить северной кореи тоже надо железнодорожную ветку проложить чтобы туда можно было всякие полезности отправлять ну и так далее поэтому те события которые происходят сейчас это касается не только российской федерации ну что это и британии касается тоже вы посмотрите что происходит в британии там же оголтелая толпа опять а там тоже оголтелая толпа быдло они через какое-то время чиновников тоже вытащат из букингемского дворца и будут им на площади собственно отрывать яйца у кого не есть конечно у кого нет там будут отрывать чуть другое чем можно оторвать или откусить не имеет особого значения как говорится да и бабушки приложатся там тоже своими вставными челюстями поэтому здесь оголтелой толпе бросить кусок мяса на растерзание чтобы они выместили свою чудовищную накопленную исторически накопленную ненависть из этого сделать шоу вау это лучшее из того что могут придумать глобалисты а те кто руководит всем этим процессом кто реально достоин быть растерзан народом в заправду они никогда не маячат не в таблоидах их имена то даже никто не знает не говоря уже о фамилиях да и паспортов у них нету им не нужны паспорта технических устройств да и деньги им не нужны потому что им принадлежит практически все им не надо ничего вот это вот знаете есть такие интересные кредитные карты и карты специальные до банковские специальных банков вообще с неограниченным количеством сумм то есть там там нету баланса просто нету и все баланса нету там перескок надо но таких кто пользуется вот этим индивидуумов их очень ограниченное количество имеется то есть они реально рулят всеми этими дураками которые при власти сидят менеджерами там президентами премьер-министрами там всякими разными вот этими балбесами которые собственно исполняют их приказы поэтому радоваться тому что мелкую сошку вот это вот которые где-то там накоптила себе денег на на вот этих вот на обычных рабах да на слезах и соплях рабов которых эксплуатировали радоваться тому что их рвут на запчасти совершенно никакой причинности нету очень радоваться каким-то смертям глупо и бессмысленно по одной простой причине потому что большинство из тех кто радуется они радуются тому что они могут уничтожить того тем они сами хотели дать вот о чем надо подумать и если бы им дали такую возможность паразитировать на теле своих собратьев то большинство из вот этих рвущих мелкую сошку мелкую рыбешку с удовольствием бы заняли бы их место до того конечно как эти подошли к черте того что их рвут на запчасти так устроена человеческая психика обычная простолюдиновская психика так устроена когда поиграй в царя горы как со школы всех учили поиграй в царя горы стань лучше чем твой сосед и тогда телочка с большими булочками и с красивыми сиськами будет твоя да докажи миру что ты лучше чем васька твой сосед ну и у девчонок у них примерно точно так же просто немножко по-другому человеческий вид это вид паразитом в большинстве своем это так и они утверждают что все те кто очеловечиваются они ведут себя совершенно иначе абсолютно иначе себя ведут человек это совершенно другой вид форм-фактор одинаковый и у простолюдина и у человека и у лютина и у человека тело одинаково а вот действия совершенно разные и мотивации совершенно разные к этим действиям и решения совершенно разные поэтому здесь каждый кто сейчас проходит трансформатор тяжелые условия суровый человек человеческой действительности в обязательном порядке сейчас многих трансформирует из людей на в человек и события которые будут происходить дальше еще более жесткие события еще более бесчеловечные законы еще более суровые условия еще более идиотские решения и еще более глобальные катаклизмы они в конечном итоге очевидно как великий сепаратор разделит человеческий социум на зерна и плевла зерен будет очень мало плевла их огромное количество вместе уже с гнилым зерном поэтому дорогие друзья сейчас самое время поразмышлять над самим собой смотреть в зерно задать себе вопрос чего я боюсь если я боюсь зачем я существую какова цель моего пребывания здесь в этом мире под солнцем золотым и серебряная луна случилось ли моя цель только для того чтобы я жил ради себя ради чего живет собственно сама вселенная дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание поэтому сейчас происходят такие события которые мы с вами очевидным образом наблюдаем в разных странах события неприятные события жесткие вот в бангладеше не особенно то освещают по видеосвязи то что происходит там конечно сюжет такой найти как в настоящем хоррор триллере происходят очень интересные конечно же срежиссированное событие и безумная толпа бьющая кирпичами прибитых гвоздями к столбам чиновников это конечно зрелище не для слабонервных однозначно жён чиновников обматывают вокруг колонн стальной проволокой будет это это вообще не очень приятное зрелище и я вас уверяю что это не очень приятное зрелище оно может кто угодно происходить любой стране я уже сегодня в первом стриме говорил вспоминал про старичка гиббельса да старичок гиббельс говорил правильные вещи дайте говорит мне управлять средствами массой информации и я из любого цивилизованного общество сделаю стадо паскудных свиней люди восстанавливаются после посттравматического расстройства безусловно а сколько стати не установиться что такое вообще посттравматическое расстройство и что значит восстановиться начнете с того что изучите и поймите что такое заболевание и на какой основе в чем причина заболевания это Это изменение программного кода. Для начала нужно устроить понимание в своем уме, что такое визуально наблюдаемый этот мир вместе с нашей физиологической оболочкой, как мы воспринимаем этот мир, что такое зрение, тактильные ощущения, то есть осязание, слух, вкус, обоняние. Это все цифровые данные, поступаемые в биологический процессор, который декодирует этот поток цифровых данных на экран осознания в удобоваримый, точнее, в тот вид восприятия, который мы называем ощущением этой жизни. Это было известно еще и давно достаточно, и в тавистокских лекциях я много раз это повторял. Карл Густав Юнг рассказывал о системе восприятия. А сейчас все это можно объяснить гораздо более простым языком, на основе компьютерных технологий это становится более понятно, что ли, для современных людей. Зачем взаимодействие с теми, кто пришел с СВУ лучше держаться подальше? Да при чем тут подальше и поближе? Каждый проходит свой путь, поймите простую вещь. Поэтому говорить о том, что кто-то плохой, кто-то хороший, зачем это надо делать? Зачем углублять это разделение? Посредством разделения властвуют те, кто организует все эти мероприятия. Поэтому им-то как раз очень выгодно будет, если эти противодействия, ненависть и противостояние будут множиться. Тогда они смогут управлять теми, кто против, и сажать их в тюрьму, отправлять на колуков. Так ты против? Ах ты, падла! Расстрелять! Вот так было в 17-м году. Вы что, думаете, как-то по-другому, что ли? Будет сейчас, что ли? Не будет по-другому. Дорогой Владимир, зачистят ли Дюмина? Кто такие? Генерала? А ты? Ой, я понятия не имею. Этих срюминых там разных всяких, кокулиных там и прочих. Их же как собак нерезанных. Сегодня один, завтра другой, послезавтра третий. Фамилии меняются, говорит, ну, Троцкого тоже, говорит, можно ли дорогу. На его место тоже найдутся другие. Никаких проблем. Свято место, а пусто, не бывает. И в раю, и в аду, в котором, кстати, мы здесь одномоментно находимся, просто для кого-то этот мир рай, а для кого-то этот мир ад. И этот ад и рай случаются в индивидуальных сознаниях, в каждых воспринимающих индивидуальных сознаниях. Действующие от ума, как правило, уже находятся в аду, потому что они все время чего-то боятся. Те, которые позволяют себе быть самим собой и жить здесь и сейчас, они уже в раю, потому что они получают удовольствие от этой жизни. Они получают удовольствие от вкуса еды, потому что они, когда едят, не думают о том, что будет завтра, и как будет плохо и страшно. Потому что они могут наблюдать, как красиво идет кошка. Вообще, подмечать очень много событий, которые происходят в округе, и через это получать радость от жизни. Я приехал, привез Василия, Васеньку привез. А, хотите, покажу Хромоногова нашего. Если желаете. Пью. Так, пью. Вот. Замечательно. Так. Эть. Туся. Тусенька. Ну что ты, Василия ждешь? Васю ждешь? Туся. Мяу. Да-да-да. Вот она наша. Хронически беременная женщина. Да. Хронически беременная. Так. Василий Васильевич. Мы прибыли с вами. Так. Вот у нас Василий Васильевич под номером. Пойдем. Пойдем, мой хороший. Вот он. Васюня. Ну? Вот. Встреча. Ну, поцелуйтесь, мои хорошие. Давайте. Оттань. Заботливая какая. Да-да-да-да-да. Семейная пара, понимаешь. Пойду заниматься делами. До новых встреч, дорогие друзья. Пока. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас, делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok